Ну что, дорогие зрители, ещё раз доброй ночи, с вами Алисами Творына, и мы опять вам соврали. И это снова не гранд-финал, друзья. Чёрт, я не знаю, до скольки они решили развлекать нас очень классными историями, потому что, в том числе и мы до скольки будем развлекать наших зрителей классными историями, потому что это не гранд-финал, но гранд-финал будет с драфтом и БО-9. То есть я уже боюсь предположить, когда же будет этот гранд-финал, но нам показывали турнирную таблицу. Да, и там, собственно, два лидера у нас по-прежнему первое место за Team Liquid, они лидируют с 12 победами. А на второе место после предыдущего матча вырывается Tempo Storm, и у них 11 очков, и, собственно, сейчас все шансы имеет Tempo Storm даже опередить. Ну, давай смотреть, потому что... Ну, надеемся, всё-таки это последний матч, и после этого уже будет драфт и гранд-финал. Не надеемся. Но я уже не буду удивляться, если что. Что, может быть, ещё Cloud9, например, сыграют, да? Ну, почему бы и нет. Вот бы команде, которая, ну, по сути, ничего не решает, учитывая, что она... Не имеет шансов на победу. Вообще никаких шансов выйдет в гранд-финал. Но при этом... Она может подарить поинтов кому-то. Да, очки команде, которая, собственно, за этот счёт на халяву выйдет. Ну, будем... Она не совсем правильная. Мне кажется, что слово гранд-финал я не скажу вплоть до гранд-финала. Вот когда он точно уже начнётся. Поэтому пока у нас групповой этап, собственно, данного турнира. Не знаю, формат, конечно, для одного дня, ну, немножко подзатянут, как по мне. Ну, возможно, потому что это ночной эфир, собственно, для американской аудитории вполне нормально так на целый день зависнуть, посмотреть командную потасовку. Не, ну, в целом формат крутой, да? Интересный, необычный. Но вот такой формат хочется со свежей головой смотреть. Это да, не поспоришь. Опять же, крутятся у нас игры, меняется картинка, не удивляйтесь, друзья, это... Это норма? Это норма, да. Три участника от каждой команды играют каждый с каждым одновременно. И, собственно, картинка... Три круга, получается, у нас играется. И ребята меняют своих оппонентов. Ну, и опять же, мы видели сегодня многие эти колоды в гранд-финале, опять же, по правилам обещают изменить. Будет новый драфт, новые... То есть ещё 30 минут от того, как мы будем наблюдать за тем, как ребята составляют колоды, как они оценивают карты. Знаешь, мне единственное... Они вынесли драфт и декбилдинг в отдельную фишку, но при этом показывают не всё то, чего хотелось бы... Ну, что хотелось бы посмотреть зрителям. Вот, например, я понимаю, что они вкладываются во время, да, в определённое. Но, может быть, стоило уделить этому процессу чуть больше времени, чтобы зрители прочувствовали, какие карты они выбирают, что они смотрят. Вот чисто для опыта больше именно аудитории. Да, соглашусь. Но это, опять же, сложно реализуемо. И всё-таки это первый раз. Наверняка будет учитываться опыт подобного мероприятия. Если командная потасовка повторится когда-нибудь, то, безусловно, всё будет на более высоком уровне, более интересно для зрителя. Я уверена, что, да, выводы неопределённо сделают. Здесь у нас Золея... Нет, в этой паре у нас противостоит Амаз против Эллоис. Эллоис на Шамане, Амаз на Маге. Ну и у Эллоис, в принципе, дела идут неплохо. Она вроде бы захватила стол. Да, пока инициатива за Шаманом. Ну а здесь Амнезиак против Фаербата. Юное дарование Тимархон на друиде. Фаербат на Ханте. Как-то в последней игре у Фаербата на Ханте не сложилось. Не смог он додавить. Та игра, когда он пропустил Летал. А, значит, две было. Там, где он против Приста, бедняга, изо всех сил. Да, 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 да. Я просто мне прям запомнилась, где он... Пропустил Летал, да. Не, он не пропустил, не пропустил, а не просчитал. Не просчитал Летал и подумал, что есть Летал, а там был один офф. Так что все смертные, все простые люди... Даже чемпионы мира по Хардстоуну, ребят. Ну, знаешь, касательно чемпиона мира, мне вспоминается сразу время чемпионства Фаербата, как ему не доверяли, говорили, что, а, да ты выиграл там на халяву. Блокерок. Да, а он после чемпионата мира, на следующих турнирах, которые шли после чемпионата... Да, сильно выступал и доказал. Он очень сильно выступал, он прям убедил. А вот нынешний чемпион Навиасткака не показывает таких сильных результатов после чемпионата мира. То есть его титул шатается. Я все-таки, наверное, сторонник того, что, ну, как бы, обсуждать можно много, там, заслуженно... Но чемпион есть чемпион. Да, чемпион, он и есть чемпион. Ну, без сомнения. Ну, вот просто на контрасте с тем же Фаербатом, который после Близкона прям выстрелил, Асткака выглядит, конечно, чуть бледновато. Ну, Асткака просто не такой, скажем, не такой яркий, что ли, игрок. Не в плане, что он там как-то слабее играет. Он просто, ну, менее, что ли, харизматичная личность. То есть Фаербат как-то ворвался, во-первых, в эту высшую лигу, да, победив на чемпионате мира. Как-то, ну, то есть он вокруг себя хайп собрал. Асткака очень такой спокойный, уравновешенный игрок. Нейтральный, я бы даже так сказала. Да, то есть он очень-очень сильно, кстати, выглядел на финале. Я вот вспоминаю Близкон именно финальные матчи. При этом, например, если вспоминать европейские финалы, то как-то, ну, лично на меня он тогда не очень произвел впечатление. Там очень круто Тайс выступил, я помню. Да, Тайс тогда прям он сильно играл. На Ирея тоже наш впечатляющий выступил. Ну, тут как бы ничего не поделаешь. Ну, и стоит отметить, мы зацепили интересную тему. Ну, также у ребят были разные системы проведения. Это Хардстоун World Championship 2014 года, 2015 года. И мета была совершенно другая. По-моему, даже формат проведения. То есть в одном был конквест, во втором, по-моему, был Last Hero Standing. Хотя я могу ошибаться, потому что время уже позднее или раннее. Нет, конквест был и там, и там. И там, и там был конквест. Если я правильно помню, да. Слушай, сколько я уже в Хардстоун играю. Что-то как-то много времени прошло. Ветеран Хардстоун. Да, вообще как-то не замечаешь, как время летит сейчас. Ну, а здесь у нас доминация безоговорочная ханта. Кстати, провокация. Провокация. Да, Древень может здесь спасти ситуацию. Потому что чистить нечем его. Конечно, есть Псарь и 3-3. Ну, был Псарь. И все, был Псарь. И нет Псаря. И нет Псаря. И на самом интересном, перелечают. Здесь Хант против Варлока. Кстати, Варлок держится бодрячком. Учитывая, что обычно у Чернокнижника против Ханта здоровье тает, как на дрожжях. А здесь просто воюет. Еще и в яйцо принимает плевок. Так, глядишь, и вскроется скоро. Ну, учитывая то, что есть защитник Аргуса, возможно... Это будет раньше? Да. Яйцо вскроется раньше, чем от плевка второй жабы. Ну, там еще Слизень как бы притаился, которого также можно пробавить с помощью Аргуса и получить дополнительную провокацию. Тут, правда, играется Леок. Интересное существо. Ну, нету заклинаний Чернокнижника. Да и у Ханта тоже. Но выглядит интересно. Да, очень своеобразный юнит, на самом деле. На первый взгляд, я не вспомню эту карту, признаюсь. Ну, там 2-2. Коварная. Вот, кстати, смотри. А вот здесь она зайдет просто замечательно. Короче, эта карта дает плюс 2 сплдэмэджа обоим игрокам. И смотри, сейчас можно сыграть демон в раз на 4 и зачиститься стол, вскроется яйцо, и это просто вау. Да, круто, круто. Представь, какой рандом. Это просто карта с пастуха. Отлично. Ну, я думаю, что здесь уже Хант никак не камбэкнет игру. И победа должна быть здесь за Рейнодом. Да, Рейнод и компания должны тут... Не, Рейнод на самом деле показывает себя невероятно сильно. Вот я сколько смотрю, вот на Чернокнижник... Как только он сместил Элой с Чернокнижника, дела пошли в гору. Вот объективно, как только она пересела на другой класс, дела пошли в гору. Да, и темпо-шторм как-то прям вообще мощно выглядит. Заиграли, заиграли. Да они в первом матче так-то неплохо себя показывали с Team Liquid. А дальше просто начали как-то монстрить даже, что ли. Ну, а здесь у нас Элой сражается с Амазом. И опять, по-моему, у Элой с определённой есть здесь все шансы. Или же сейчас Амаз поднимает Флеймстрайк, если он в наличии. Не, ну тут должен быть, да, Флеймстрайк в этой деке. Но, к сожалению, это не он, это Морозный Гигант. Ну, тогда забираем провокацию, может быть, даём стрелы. И попадаем в крутящегося меченосца, попадаем в 2-1 и добираем с обилки меченосца. Это как-то прям рандомчик-рандомчик. Ммм, предварительно даже стрелы, да. Окей. Неплохо, неплохо стрелы залетают. Но, с другой стороны... Могло и быть и лучше. Может, предварительно стоило всё-таки провокацию поменять. Да, мне кажется, стенку 0-2 нужно было убирать. Так, здесь продолжается противостояние Рейнода. Из-за леи? Шансов у ханта нет, вот объективно. Никаких вообще. Сейчас вот провокация ставится, госпожа боли хилит. Две провокации под слизью. Всё это топает тебе в лицо. Ну, не, хан, даже не дёргайся. Он даже разменяется с его, играет у нас Рейнат. Мне кажется, он издевается просто немного, но не суть. Важно. Команда взять есть под зверем для ханта. Ну, а дальше? Жаба. Да, это не сильно помогает. Через скилл-команд можно убить Неруба. Но, как бы, и что? Ну, убил Неруба. А там Хромагус пойдёт. Просто, да, видя руку чернокнижника, шансов у ханта действительно нет. А тут, я так понимаю, что у мага остаётся 10 дней здоровья, и пытается он как-то отвоевать с помощью лейтгейма. Стол, но... Да, не, 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 погибнет. Термоштепсель, допустим, размен в Фаерлорда, но на столе всё равно остаётся литал. Хотя нет, не будет литал, потому что есть деталька на заморозку. В принципе... Одно существо придерживает. Даже, даже размен фрост-гиганта в механического Йети и заморожен Фаерлорд. Здоровья мало. Крайне мало. Если бы было больше здоровья, ещё можно было бы повоевать. Но здоровья мало, а у шамана фул. Да, здесь 6 урона на столе, плюс Дух Дикого Волка выходит. И, скорее всего, шаман здесь дожмёт. Да, тут какие-то у нас небольшие пролаги, но я думаю, что всё вернётся на круги своя. Хотя смотри-ка, Близзард как неплохо заходит. Работает, работает. И не забывай, что термоштепсель будет давать за каждого убитого вражеского юнита по лепрогному. Сейчас так на лепрогномах можно и выехать ещё. Ой, это будет очень интересно, если всё-таки на лепрогномах он сумеет таки победить. 4 хп. А вот шаману финишит нечем. А у шамана пустая рука. По-моему, это очень яркий камбэк. Ну, давай смотреть, что? Поднимать какой-нибудь сайланс? Всё, 19 хп. Нужно убивать в этот ход мага. На самом интересном месте. И нет, маг просто каким-то чудом вырывает победу. Ох, вот это, конечно, было неплохо. Одна тоже из, пожалуй, ярчайших партий этого турнира. Ну да, есть определённо что-то в этом. Ну и Амаз, получается, выигрывает у нас Уэл Лойс. Ну я вижу, что она там жалуется, судя по всему. Да как так-то? Ну я же его почти убила, ну чёрт. Какой Близзард, о чём ты? Атака Лепрогномов. Да, вот эта партия была, конечно, крутая. Мне понравилось. Расслабилась. Расслабилась. Да, казалось бы, всё шло к тому, что Шаман дожмёт, а тут термоштепсель плюс деталька. Куча Лепрогномов. Да, деталька, кстати, сыграла свою роль немаловажную, которая зафизила Фаерлорда. Куча Лепрогномов и всё. И Шаман закончился. Не удалось ему ничего противопоставить. Это очень обидно. Да, вот такие игры действительно обидно проигрывать. Всегда по горькому опыту знаю. Проигрывали. Я так подозреваю, что у нас один круг сыгран, осталось ещё два круга между этими двумя командами. Да, после чего, возможно, мы увидим гранд-финал. Я не буду больше говорить это слово. А то сглазим, не дай бог. Как минимум, я бы хотела увидеть какой-нибудь классный гранд-финал с какими-то классными картами. Но, опять же, это будут уже новые деки, которые будут, опять же, драфтиться при нас же. Игроки уже опытные в данном формате. Возможно, они сделают какие-то коррективы при выборе карты, составлении колод. Ну, точнее, выбор карты у них отдан рандому, да, на участь. Но именно колоды будут составлять они, исходя уже из опыта группового этапа. Собственно, здесь у нас Рейнат противостоит Амазу. Неплохая кривая маны у Амаза. Но, в свою очередь, у Чернокнижника есть с чем все это хорошенечко подрасчистить. Вот сейчас в бой Сержант пойдет, видимо. Ой, ну не особо в ману, но тут выбирать не приходится, по-моему. Ну, на самом деле, это вполне неплохой размен. Учитывая, тем более, что второго дропа не было у Чернокнижника. Нормально. Здесь можно поставить даже с монеты Акалита, мне кажется. Ну, чтобы подроваться, да, как вариант. И так и делает. Но тут, правда, есть Стрела, которая дает только одну карту. Но у тебя есть Чаромет дальше, так что у тебя, в принципе, все тоже в ману. Стрела, кстати, у него очень здорово отыгрывается. И дальше по мане уже неплохо все у Чернокнижника. Поджигатель тоже хорош. Вот это пошел темповая игра пошла. Просто, ну, хорошие, откровенно хорошие хода у обоих игроков по мане. Смотри, там еще у Амаза есть фишечка с овцой, обилкой и зачисткой. Присутствует, если что-то пойдет не так, чтобы подчистить мелочь. Да, в будущем, возможно, это сыграет свою роль. Но сейчас, мне кажется, все-таки Чаромет. Думает у нас Амаз. Ну, а какие варианты ставить поджигателя как-то? Не, так... Добавляешь, тем более у тебя всего лишь один спелл на следующий ход. Ну, возможно, два. Если там убить существ, какие-то не очень хорошие заклинания выпадают, причем обоим игрокам. Хотя, командирский крик... Может сработать. Интересно, это, во-первых, дроу карты, во-вторых, как-то можно засевить свое существо на одном хп, как-то выгодно разменявшись. Хотя я бы не сказала, что это самая классная карта, однако... Ну, точно нет. ...которая могла зайти. Ну, Смирение тоже не самый сильный дробь, но, опять же, карта может сыграть. Ну, это подконтроль, который явно будет сыгран. Ну, и как-то я там вижу, Тим Архон что-то заактивничали сильно. Что, не устали, интересно? Да нет, им норм, им весело. Веселее всего было Савижу, судя по всему. Только вошли во вкус, я думаю. Серьезно? Думаешь, прям такие они дикие? Может быть, может быть, кто знает. Только разобрались и почувствовали, как же это... Ну, уже. Непростое, видимо, решение для Амаза. Портал, как бы, не хочется сейчас сыграть, хочется оставить под поджигателя. Тут-то меня как-то Амаз подрастраивает немного вот этой медлительностью принятия решений. Они так же подумали и решили нам переключить. Ну, возможно, там, на самом деле, пограничное решение. Там нету явного хода, который был бы лучше других. Объективно лучше. Да, то есть там есть на чем подразмыслить, поэтому... Смотри, Блэк Найт, если я не ошибаюсь. Да, это Чёрный Рыцарь. Для мага. Кстати, впервые, по-моему, эту карту... Да, впервые, однозначно. Хорошая-то карта. Тут парящий страж. Ну, не знаю, стража всегда с прокачкой ставят. Мне кажется, что и Лиза, и Лиза Имп выглядят лучше. Ну, да, страж, он как-то совсем никак. Да, и Лиза Имп я, пожалуй, тут соглашусь. Думает насчёт смирения. Но смирение точно не нужно отдавать. Смирение, кстати, можно сыграть ещё в комбе с яйцом, если совсем нужно будет вскрыть Неруба, как-то выгодно разменявшись. Джин. Этот злосчастный джин, который просто всё время уводил огонь. Ну, вот у этих ребят, мне кажется, или партии чуть подзатянутей? Чуть попродолжительней у нас. Как-то да. Да, хотя, ну, вроде ничего не поменялось, деки те же, ну, те же, лайнапы те же у обоих команд. Но как-то да, всё началось больше продуманства, более затяжные матчи. Возможно, всё-таки усталость немножко сказывается. Ну, может быть, не так легко принимаются решения, либо ответственность возрастает, так как каждая победа нужна, каждая победа — это один поинт для твоей команды и возможность выйти дальше. На ком там у нас играет Элоис? Элоис играет на шамане, играет против друида, и, судя по всему, там что-то у неё очень интересное, потому что советуется она со своим капитаном. Ну, кстати, хорошая зачистка через овечку, о чём и шла речь ранее. Пустой стол для мага, зомби. Так, что здесь? Копать? Не копать? Вот в чём вопрос. Или тапаться? Может, тапаться лучше? Ну, наверное. Ну, просто если ты ставишь, ставишь чёрного археолога, его легко разменивает зомби. Это не очень круто. Возможно, лайфтап, да, неплохо выглядит. О, это хорошо. Однозначно нужно играть карту. Замешивать обезьяну и, ну, наверное, яйцо. Не знаю. Ну, импульсивность, типа, прибавилась у игроков. Они делают ход медленней, но как-то достаточно импульсивно. Гойдволкер, ну, даже не знаю. Я бы, пожалуй, всё-таки не играл бы здесь. Ну, хотя, нет, смотри, знаешь, какой расчёт? Ну, как-то яйцо, наверное, надо было бы ставить. Можно было сыграть чёрного археолога, поставить яйцо, зомби бы разменялся. Ты на следующий ход мог бы сыграть через... Смирение забрать яйцо. Я так думаю, что смирение, видимо, держит он под какую-то лейт-карту прям такую. Или меня плющат из смирения только на вражеских юнитов можно разыгрывать. Что-то я сейчас так призадумался. Давай посмотрим ради интереса. Хардстоун тем и хорош, что его полезно именно читать описание карты. Если быть внимательным, то, конечно, название карты обычно... Описание карты даёт о себе... Так, вот здесь парящий страж плюс обилка. Страж качается до 6-6 статов. И размен... Размен зомби. Собственно, описание этой карты. Атака выбранного существа становится равна яйце. Ну, то есть можно всё-таки на яйцо навесить. В теории. Но это как-то... Тем более против мага, это не value. Зачастую будет ход. Всё-таки найдётся применение. Знаешь, самое примечательное, что эта карта смирения используется вот сейчас в 15% колод паладинов. Мне кажется, эти цифры слегка завышены. Врут нам нагло. Может, это ещё и статауна с арены, где, в принципе, это заклинание могут использовать... Не знаю. На моей памяти в последних актуальных деках паладина данное заклинание используется только в Мурлок паладине. И то, ну, то есть в конкретных каких-то... В дело вкуса. Да, редакциях. Везде. Смотри, мне кажется, что у Элоис появляется новая короночка. Это шаман. Она на нём уже которую игру исполняет, и исполняет хорошо, при этом идёт к победе, которую сейчас, собственно, и реализовывает. Первая победа, судя по всему, в этом круге для Tempo Storm от Элоис. Да, и ещё одно очко в копилку этой команды, что приближает её к гранд-финалу. Ну, а тут борьба всё того же Чернокнижника против всё того же Мага. Слушай, ну, это битва добра со злом. Амаз против Рейна, да. А кто из них добро, а кто зло? Я не знаю, выбирайте сами. Ну, Чернокнижник наверняка добро должен быть. Интересно, интересно. На контрасте сыграем, да? Конечно, конечно. Почему до сих пор не замешана карта и обезьяна, собственно? Ну, поджигатель полегче. Тёмный культист. Неплохо. Ну, уже пора, пора мешать, потому что время пришло. И нет, мран. Ну, чё, тапаемся, находим обезьяну. Нет. Всё выглядит плохо. Легко разбирается. А там ещё сермаштепсель будет для Мага. Как-то так. И наверняка помнят участники Темпа Шторм про эту карту подлую. Особенно Элойс про неё помнит, которая проиграла эту карту. Да, то есть тут ты выставишься, ещё в мину себе сыграешь. Ну, а выставляться надо в любом случае. Очень пассивно просто пропускать. Непростая ситуация для Чернокнижника. Да, выходит Госпожа Боля на стол. Слизень. Дебаф. Да, культиста отдаётся. Ну, тоже опять такое пограничное решение. Наверное, стоит выводить всё-таки сильное существо. Проблема в том, что ты размениваешь только одного вражеского юнита. Но, тем не менее, ты, по сути, отдаёшь 2-1 существо, получаешь липра гнома на стол, что неплохо. Поджигатель в любом случае погибнет, да? Пускай погибнет красиво. Да, с одной дни со здоровьем. Тут, правда, конечно, под хилл пойдёт. К сожалению, с термоштепселем сложновато разобраться. Что-то не совсем я понял, почему он ударился именно в Госпожу Боля. Это такое очень явное, по-моему, подведение под Близзард. Ну, хотя, наверное, имеет смысл. Достаточно сложно тут решить Рейнаду. Да, будет забирать всё-таки термоштепселя с помощью. Его нужно убивать, как можно раньше, потому что он убьёт тебя. Отличный захилл на семёрочку. Ой, как же они на топ-деках играют? Как же они играют-то? Ну, у Камага всё равно сильнее. Там есть Форс Гигант. Очень многое решает наличие ОЕ, плюс хороших существ у тебя. Пинк, Гигант. Там ещё есть и Добор, и Рывок. Ну, тут, конечно, повоюет ещё Рейнад. Ну, кстати, Бран под вождя Северных Волков очень неплохо заходит. То есть это он, сколько, 8-8 будет. Даже 10-10. Потому что ещё бесёнок появляется на столе. 10-10. Это вам... А тут топ-дек. Ребята, кто так топ-декает? Это Амаз. Ага, неудивительно на самом деле. Да, полиморф, конечно, царский будет. Опять же, ну, качели такие, казалось бы, снова... И вроде бы не так уж и много ОЕ. Не все колоды смогли собрать достойное ОЕ. Но, тем не менее, ситуация достаточно часто меняется из стороны в сторону. Поэтому я уже не прогнозирую. Ну да, тут сложно давать какие-то прогнозы. Но при этом вот подобные игры смотрятся, ну, интересно, живо. То есть как раз интрига подобных матчей. Сохраняется до последнего. Да, это здорово. Сначала дров, гном техник разыгрывается. Можно давать полиморф во вождя. Также, скорее всего, Близзард даёт. Ну, а мне Близзард вот достаточно импонирует. Учитывая, что... Ой, а вот теперь, да, теперь как-то странно. Да, немного. И тут просто, как говоришь, сейчас просто дикие статы будут у этого парня. Не знаю, дроваться. 17 хп. Он даже решает, наверное, не дроваться. Всё-таки боится умереть. 10 урона на столе. 11 с пингом. Даже от фаербола умирает банально. 12-12. Но опять же, фаерболы не у всех в колоде есть. Что тоже любопытно. Даже если есть, он не заходит. Но есть чарголем и чарстрелы. То есть, потенциально, теоретически летал, так называем. Ой, ну это прям слишком теоретически. Ну смотри. Сейчас смотрим, как стрелы. Да ладно. Две стрелы должны в фейс залететь. Раз и нет. Это было близко, пожалуй. Это было действительно очень близко. Это было бы очень жёстко, конечно. Но всё равно он оставляет чернокнижника на одном ХП, а сам не умирает. То есть... Ну всё. На следующий ход просто пингом добивает Амаз с противника. Ну и провокация уже тебе не поможет. Всё, провокация никак не спасает. И вот такая вот неожиданная развязка. Быстрая достаточно. Вроде бы даже был близок Рейнат к тому, чтобы посопротивляться. Но вот, конечно, это большое количество урона. И вот опытный охотник, также зашедший не совсем вовремя. Да, зашёл бы он несколько ходов ранее. Ситуация могла бы измениться просто кардинально. Я смотрю, ребята здесь на самом деле чуть-чуть тоже расслабились, отдыхают. Их тоже подловили в определённый момент. А вот и нас подловили. Ну, я на самом деле уже готова. Уже готова. Опыт — это великая штука. Ребята наши любят над нами подшучивать, вылавливая нас в самых интересных моментах, когда мы на столе тут сидим. Ну, не суть, я думаю, что... Бодримся, бодримся, ребята. Ну, на самом деле бодримся, потому что время как бы очень... Раннее. Либо слишком позднее, либо слишком раннее. Уже слишком раннее. Не знаю, кому как. Но я на самом деле бодра и полна сил смотреть... То есть ты готова к гранд-финалу, ещё драфт, потом... Да, я готова к гранд-финалу, я готова к драфт. Самое обидное, что я хотела завтра сделать стрим. Но, учитывая Red Bull Team Bravo, стрим отменяется до лучших времён, когда я задушу подушку. Но не суть. Ну, то есть не будет стрима прямо по приезду домой, прямого включения, ещё там марафона. Нет, спасибо. Нет. Я на самом деле ценю здоровый сон, чего и вам желаю. А всем тем, кто всё ещё... Здоровый сон – это здорово. ...находится с нами, ребят, вы прям лучшие. Если вы смотрите нас с самого начала, то вы вообще как. Вот, потому что мы весело, как минимум, тут, и бодримся, и готовы комментировать гранд-финал. А у нас, если я не ошибаюсь, остаётся последний круг. Ещё один, да, финальный третий круг. Противостояние Тимархон и Темпа Шторм. И по результатам противостояния у нас будут изменены результаты в турнирной таблице. И как результат, возможно, что-то изменится. Потому что там ситуация очень нелюбопытная. Шансы есть как у одной, так и у другой команды. Ну, пока на данный момент счёт 4-2 в пользу Темпа Шторм. Уверенно ребята пока лидируют. Посмотрим, как отыграют они третий круг. Знаешь, самое интересное, кто показал себя самым слабым звеном? За исключением Клауд Найн в полном составе. Маги. Маги себя не оправдали вообще на турнире. И это очень удивительно для меня. Ну, я, конечно, перегнула с Клауд Найн в полном составе. Ребята показывали классную игру. И драфт мне их понравился. И общение мне их понравилось. Но тем удивительней было видеть результат для меня лично. Да, результат где-то неожиданный. И даже немножко странный. Ну, я, честно говоря, болела за Хафу. Знаю её опыт. За Страйв Кроу. За Тайдс оф Тайма. Но, увы, что-то пошло не так. Ну и опять у нас Хант начинает со спама. А вот чем будет отвечать маг? Вроде бы есть ответка там. Поджигатель. Но вот дальше по кривой мане не устраивается. Нужно ставить поджигателя. Нет, ну почему? Там потом можно раскидывать с пылы. Если не умрёт поджигатель. Единственное, да. Нужно, чтобы поджигатель выжил. Как мы видим, вряд ли. Даст такую роскошь Хант своему оппоненту. Есть у нас лук. Плюс слизенье поджигатель умрёт. Ну и как-то долго-долго думают. Я вижу, по-моему, Амаз разводит руками. Мне нечего ставить. Ну, в темп нужно ставить. Опять же, не всегда будет здесь ответ. И возможность убить от твоего поджигателя. Поэтому решение, наверное, правильное. Здесь у нас Шаман против Ханта. Залея против Элойс. Элойс молодец. Она на Шамане прям... Очень, кстати, неплохо заходит девочка. Да, она действительно неплохо заходит. Я тут не про Элойса, а про девочку на столе. А, ты про 2-2 гнот. Да, но Элойс, безусловно, тоже показывает сильную игру. Ох уж эти шутки под утро, да? Да, шутки, да не шутки. Всё-таки тут тоже выбор интересный. Что же ставить? Мне кажется... Сэнджи, чтобы сохранить? И попытаться защитить это существо? Да, и ты... О, как. Даже разменивать, боится ли Ока. Ну, даже не знаю. Интересное решение. Без сомнения. Насколько эффективное, покажет, наверное, уже продолжение игры в целом. На следующий ход можно сыграть Фаерлорда. А, возможно, даже Трога плюс какая-то карта придёт у нас в топ-деке. Выигрывает. Причём драконит очень. Тяжёлая рука. Может быть, лейтгеймом задавит дальше. Тут вообще, по-моему, хороший ход. Сыграет Трога и Крутящийся Меченосец. И на следующий ход, если Хант это не Кантрит, то очень много урона можно будет унести. Там и Трог качнётся. И, собственно, Меченосец на 6 единиц урона пройдёт в лицо. Но это мы увидим в следующей серии. А тут у нас серия Хант против Мага. Секрет Хант против Мага. Причём Хант шёл неплохо, пока не поймал Близзард. Да, Близзард немножко Ханту подпортил планы. Ну, тем не менее, обмазался секретами. Сидит с луком. В лицо мне не иди. Секреты не активируй. И примечательно, что у нас на драфте я видела, что один Хант брал Морозку. Но сколько мы с тобой смотрели... Ну, один раз, по-моему, Морозная ловушка сыграла. Да, только один раз за весь вечер. Я вот даже не помню, у кого. Или за всю ночь. В общем, неважно. За весь турнир Морозная ловушка сыграла один раз всего лишь. Так. Паука. Здесь у нас выслеживание. Ну, Могильный Паук, да. То есть он потенциально более сильный дроп. Потому что он может дать тебе, во-первых, бесплатную карту, которая может быть очень сильной. Ну, это, конечно, рандом, но... В общем, ценят. Ценят этого Могильного Паука, как показывает, опять же, даже сегодняшний турнир. Да, карта очень сильная. Она даже нашла себе применение в ладере, что не так просто, учитывая большой объем хороших карт, играют Паука иногда в мидренш-охотнике современном. Ну, и я так понимаю, что здесь у нас Амаз четко представляет, что за ловушки играет Хант, что за ловушки играет Хант. Думаешь? У-у-у, посмотри. А это, между прочим, файт. Амаза против Фаербата. Бывший тиммейт против своего капитана, между прочим. То есть это прям вообще, собственно, возможно, главное противостояние сегодняшнего вечера или ночи. Может быть, они только этого и ждали, как смогут набить друг другу лицо, хотя бы в Хардстоуне. Ну, кто не знает, о чем идет речь, небольшой скандал у нас не так давно произошел с уходом Фаербата с Тимархон. В принципе, насколько я знаю, Фаербат не сказал ничего суперострого, просто сказал, что ему задерживали зарплату. Как результат, он решил покинуть команду. Ну, в свою очередь, Амаз также дал официальный комментарий, и этот официальный комментарий был достаточно в острой форме. Ребята там хорошенечко поцапались. Бывает. Хардстоун — серьезный бизнес. Так, здесь у нас пошли... Копатели? Да, раскопки. У Элиек. Мукла хорош. Или Элиек. Ну, Элиек по мане хорош, ты его можешь сыграть прямо сейчас. А вот Мукла на дистанции хорош. Ну, Мукла, да, это карта, которая может тебе игру выиграть. Опять же, там маг все еще боится атаковать, боится вскрывать ловушку. Ну, все-таки там фреза, наверное, висит, раз так. Да вот вроде чекали. Но с этими прыжками, с игры в игру я уже ни в чем не уверена. По-моему, нет, но Джин этот стоит же до сих пор. Но сейчас увидим на командире авангарда... Нет, это не фреза. Да-да-да, он знал. Это, получается, у нас фаертрапа и дротики, скорее всего. Мобилка же не прожималась, да, по-моему. Так, второй могильный паук у нас выходит. Эти пауки только и делают, что копают сегодня. Вот. Вау. Впервые сегодня такой, кстати, сильный дроп, действительно. Не видели мы ни Газрилу, ни Круша. О, кстати, Газрилу был, по-моему, в пуле у одной из команд. Да, но его не взяли. Да. Что-то тут дублируется у нас. Не, а он думает просто, какое существо брать. Очень сложный выбор, но все-таки, собрав волю в кулак, Охотник выбирает Короля Круш. Ну, тут опять Тормаштепсель. Кстати, опять же, карта, которая выиграла несколько игр. Невероятно популярная. Я смотрю, что там Элоис, судя по всему, уже закончила драку. Да, Шаман побеждает у нас. И довольная она, конечно, невероятно. По-моему, она отыгрывает лучше всей своей команды. За всех просто. За всю боль. Ну, на самом деле, отыгрывает хорошо Рейна. Тащила на своем чернокнижнике. Элоис хорошо отыгрывает. А вот у Фаербата, конечно, чуть посложнее дела с Хантом идут. Но, тем не менее, выглядят они все втроем мощно. Нет никого более слабого, который выбивается очень уж сильно. О, Рэн Чернорук. Да, но, к сожалению, нету дракона в руке. Сейчас бы Рэн, кстати, сыграл. Это было бы забавно. Это было бы поджигающе. Да. Долго-долго, конечно, раздумывает. Может быть, гномку и достать дракона, если есть в этой колоде дракон. Ну, это был бы один из красивейших плеев сегодняшнего матча, я думаю. А тут у нас... Там как раз по мане получается в аккурат. Да. Здесь Келтузад умирает. Умирает Йети. А тут у нас... Фаертрапу вскрывает удар. Тиромаштепсель. И... Ну, стрела, наверное, рассматривает вариант Круша придержать. Ну, морозить точно нужно. Играется черомет. Бэйн оф Дум. Деталька морозится. И Рэнд. Круш и Рэнд. Просто в темп. И поздний Доктор Бум уже, наверное, на данной стадии. Кстати, не в первый раз сегодня он заходит буквально на один-два хода. Один раз Доктор Бум вообще был последней картой. Да. Да. Знаменитый поединок, когда Хант почти сгорел на Фатиге. И там последней картой была... Вот, кстати, этот же Хант. Ханты обычно горят гораздо раньше. Они просто сдаются. Потому что таких пыток они... Они не созданы для таких пыток. Ну, да. То есть либо ты как-то убиваешь оппонента оперативно. Либо не доживаешь до Фатига. Ну, что. Возможно, удачный момент сыграть Собак. Возможно, под Муклой. Ну, как-то это спасет тебя. Да, не особо. Но нужно играть. Это гораздо более эффективная зачистка. Каждая Собака это целых две единицы урона. А сколько там урона было? Там вообще не летал ли был случайно? Ну, я думаю, что мы вернемся в скором времени к этой картинке. Тут два Хромагуса. Ну, если я не ошибаюсь, Хант пошел в размен. Ну, должен. Потому что урона очень много. А-а-а. Не, я имею в виду, что Хант, возможно, там мог залеталить. Ну, собственно, здесь побеждает у нас Амаз. А, нет. Что я несу-то? Шесть там, один сдамагает. Что-то у меня плавит уже. Я на два... На два... Еще умножаю на два урона Собак. Естественно, там летала до Ханта нету. Так, а здесь Хромагус против Хромагуса. Золотой Хромагус против незолотого. Что? Обычный? Да. Против элитного? Элитного. Ну, давайте смотреть, кто победит. Ну, я думаю, победит элитный Хромагус. Элитный выживет, как минимум. Ну, да. Его будут сейвить из последних сил. Да и в целом у Чернокнижника, конечно, рука посильнее выглядит. Чисто по количеству карт даже. Есть в наличии провокации целых три штуки. Есть подхил, опять же, служительница Боли. Госпожа, по-моему, Боли. Госпожа Боли, да. И, судя по руке, Хромагус тут простоял уже как минимум два хода. И еще простоит. Эх, а я думала, гадюка опять будет. Ну. Да, сдается у нас. Сдается. И Чернокнижник побеждает. Рейнет выигрывает. Выигрывает. И на этом заканчивается этот круг. И групповой этап, или нет? Я думаю, что нам в скором времени судьи покажут. Потому что там система очень любопытная. Я думала, раунд-робин чисто друг против друга. А оказалось между командами в том числе. А оказался раунд-робин между командами. Так что не будем торопить события. Я тут принесла себе большой чай. Чай меня не отпускает. Так что я думаю, что мы на небольшую паузу. Далеко не уходите. У нас одно из двух. Либо раунд-робин, и мы продолжаем смотреть команду против команды. Либо гранд-финал. Либо, да, гранд-финал. Так что больше врать вам не будем. Мы скоро вернемся. Буквально 5-7 минут. Так что далеко не уходите. Продолжение следует... Продолжение следует...